Добрый вечер, дамы и господа и продолжение моего путешествия на Луну Итак, мы входим в маленькую комнату округлой формы где лежит человек и он при нашем входе встает подходит ко мне и я вижу в его глазах себя если первый был слегка похож на меня только были худенькие то смотря в глаза этому я ощущаю, что я смотрю сам себе в глаза вот как будто в близнеца смотрю происходит узнавание но когда мои глаза начинают осматривать его лицо и осматривать его тело то начинаю видеть отличия это значит, что через глаза передается максимальная близость или родственность, или ощущение самого себя и чем дальше от глаз, тем меньше это ощущение действительно физическое тело его отличается от моего лицо слегка похоже но в глаза, в глаза смотря ему я как будто смотрю в зеркало я какие-то секунды, мы стоим молча я вначале смотрю в глаза, потом по лицу смотрю, потом по телу и возвращаюсь к глазам он потихонечку улыбается а второй стоит со стороны, смотрит на нас и когда я произношу первое слово он делает перерыв дает мне его закончить и сказать и высказывает, говорит разрешите, я вас покину оставляю вас наедине что он и делает но мое первое слово первая фраза была кто ты? второй человек говорит свои слова и уходит ну то есть первый а второй еще несколько секунд смотрит на меня и говорит это я я это ты ты это я эти слова были сказаны в переводе на наш на наши примерные смысл потому что все что я дальше буду говорить имеет некоторые искажения изменения потому что во первых память не просто передать по памяти наш диалог четко это же это же вам самим надо присутствовать там во вторых язык телепатии имеет искажение в выражении словесном и я буду говорить примерный смысл того то о чем мы разговаривали беседовали я тут же пытаюсь я это понимаю что на каком-то уровне мы все одно или мы все есть это я я здесь уже подготовленный был но мне интересно его мнение его взгляд на это и я уточняю я ему говорю спрашиваю почему ты или как ты это понимаешь из чего ты так говоришь почему вот примерно вот пытаюсь ему задать вопрос для более подробного объяснения что он имеет ввиду и добавляю почему я через твои глаза вижу самого себя почему я ощущаю родство такое которого ни с кем в этой жизни еще не ощущал у меня начинает еще при этом мысли бегать что это мое близнецовое пламя но эту мысль я отгоняю потому что я думал раньше что представление о близнецовой душе должно быть ну у меня и было и есть что оно женское в виде женской то есть женской энергии и здесь у меня такие ощущения что я если бы сейчас я был женщиной или вот этот человек был женщиной я бы начал влюбляться уже с первого взгляда но так как тело мужское передо мной стоит меня это смущает и разные мысли бегают в моей голове он читает мои мысли он видит то о чем думаю я и улыбается начинает объяснять мы с тобой происходим от одного я у которых у которого у нас около 144 таких же как мы с тобой по твоей базе данных в твоем сознании это называется более высшее я или одно из них по другому называется сверхдуша я это вижу как я смотрю твой библиотеку понятий и достаю оттуда вот эти фразы потому что у нас это называется совершенно по другому но я постараюсь пользоваться твоей операционной данной или твоим словарным словесным запасом запасом терминов сверхдуша высшее я что это значит если вы можете ну это в дальнейшем возможно объясню для тех кто не знает я то в курсе что это и я начинаю понимать сейчас для вас вообще слегка переведу то есть мы вот этот мир мы создали тогда когда его еще не было то есть мы как сознание всегда были но мы делились на части и создавали все мы были энергии а до энергии мы были светом хотя понятия тоже условные мы были за пределами этих тел пока не создали эту вселенную физическую потом начали заселять ее более начали более твердыми телами или предметами потом более растущими или самопроизводящими потом и более движущимися телами пока не стали заходить и осваиваться и совершенствоваться в этих телах так вот то я или та сверхдуша это то та душа которая создала этот мир в числе многих других душ и от которой разделила себя на части и принесла а стала вводить воплощать то есть рождать тела и заселять своей энергией частичкой своего сознания то есть получать опыт он так и говорит мне мы с тобой есть те два человека которые через которых реализуется наше высшее я или наша сверхдуша но таких же как мы еще есть несколько десятков и они около половины из них воплощено в разные физические тела трехмерные четырехмерные и пятимерные по моим понятиям из которых которые он достает у меня из моего подсознания видать из сверхсознания возможно я начинаю задавать ему разные вопросы он отвечает и он предлагает сесть и мы садимся там что-то типа там кстати нет нет никаких там сидений или диванов пол мягкий но на полу есть некоторые возвышенности пол вот очень мягкий как будто такой слегка упругий матрас или полиуретан или твердый чуть более твердый поролон и он не ровный такой не плашмя а вот как бы в таких бугорках или пупырышках такие то бугорочки то ямочки но некоторые возвышенности есть где-то вот такой толщиной вот буквально сантиметров может 15 вот такие некоторые по углам есть такие ступенечки которые где-то метр на метр условно вот состоящие из таких вот вот такой толщиной выступа и очень мягкого то есть еще чуть более мягкого чем пол и около одной стены лежит находится точнее там углов нету но есть комната та округлая но есть некоторые она частично округлая то есть она круглограненная есть некоторые то есть как такие вот в общем четыре угла но они не совсем углы они скругленные они очень плавные то есть есть комната вот если сделать что-то сделать между представить шар круглый или круглые помещения и квадратное помещение и сделать из них что-то среднее вот что-то подобное но четко острых углов нету но вот в этих уголках в которых есть некоторое вот такое сужение сужение лучей или в них как раз расположены вот эти вот они ромбовидные или вот такие вот или приплюснутые тоже ромбы но все-таки с скругленными краями с плавными такими вот эти вот выступы как подушки большие что ли и около одного из более продолговатой стены есть как бы большой матрас и он предлагает нам сесть мы садимся вот на этот матрас я начинаю задавать ему разные вопросы я уже понял кто он кстати он все-таки похож на меня слегка лицом но тело немножечко другое хотя у тела все-таки чуть больше мышц имеется чем у меня она чуть более крепенькая по и плечи чуть более широкие чем у меня вот некоторые отличия которые первые бросаются в глаза а лицо слегка похожее но тоже чуть похудее чем у меня у первого еще более худое а у этого какое-то среднее между мной и первым я начинаю расспрашивать почему мы встретились или как почему что явилось инцидентом или что спровоцировало нашу встречу он отвечает твой духовный рост то есть мои осознания привели меня к нему то есть как это как оказалось что то в каком направлении я последние годы развивался и как ускорил свое развитие и привело меня к нему и я я у него спрашиваю так ты что а значит мой аспект а я твой аспект он отвечает да то есть мы часть общей души но при этом мы самостоятельные такие независимые личности индивидуальные которые сами развиваются на свое усмотрение но у нас есть связь телепатическая с нашим высшим я ну и между друг другом легкая и поэтому нам относительно легко друг друга понимать и общаться без переводчиков это телепатически телепатически образно теле образная такой вот передача мыслей вообще-то сразу у меня вот он в мыслеобразах такую энергию дает он образ дает вместе с энергией из которых у меня получается ясность ощущения то есть он дает мысли пакеты которые у меня не сразу а потихонечку распаковываются то есть после каждого ответа я еще мне приходится обдумывать и раскрывать вот эти образы которые он мне передает то есть я какое-то время молчу и смотрю на то что он мне передает и в какой-то момент у меня вопрос личный заканчивается по поводу нас с ним у меня становится ясно кто мы друг другу и начинаются вопросы которые из-за которых я вообще пожелал попасть на Луну я его спрашиваю можешь ли ты отвечать на те вопросы которые касаются Луны и нашего которые сейчас у меня есть в запасе то есть моем подсознании он говорит да задавай и мы начинаем процесс и первый вопрос который я ему задаю который я раньше смотрел некоторые видео в которых разные рассказчики лекторы говорили о том что американцев не было на Луне что этот фильм который показывается как история прилета и съемок на Луне они настоящие съемки то есть искусственно созданные уже на Земле эту версию я высказываю ему и он отвечает что американские корабли были на Луне и вот эта версия частично права в том что действительно они делали съемки или досъемки в павильонах в помещениях по поводу вот того что они не хотели показывать большинство людей то есть часть кадров они снимали в Тодис-2 он мне подтверждает что были и съемки и посещения Луны и не один раз и много раз он там не назвал цифру но я почему-то сейчас я не помню сколько раз он назвал цифру сколько раз был прилет Аполлона Аполлонов на Луну сколько и сказал что американцы и жители Земли были на Луне не только через Аполлона а через другие технические устройства и без них но об этом возможно позже и сейчас я у него расспрашиваю как это происходило что при этом и как вы их встречали и как это выглядело он слегка показывает мне через мысль образы что когда американцы начали смотреть ну только вышли из своего аппарата они тут же увидели корабли они тут же увидели технические устройства и он показывает что здесь небольшая часть кораблей то есть он говорит о том что корабли были тех существ большие корабли которые на чью территорию они присели сделали посадку но остальные жители или остальные инопланетяне прислали свои беспилотные технические устройства по съемке того как все происходит по наблюдению я уточняю что-то кто такие остальные он объясняет что луна поделена на сектора на внутренние помещения поверхность относительно нейтральна но все-таки часть поверхности тоже распределена по зону по границам в том пространстве в которое прибыли американцы более четкая градация и граница то есть зоны влияния и зоны работ то есть там уже давно обговорено и жители Луны между собой сотрудничают сейчас видео заканчивается потому что время заканчивается я продолжу в следующем возможно в ближайшие дни если вы попросите продолжение да там еще есть что рассказывать на этом я завершаю видео до следующих встреч и субтитры и субтитры Продолжение следует...